Теперь нам нужно создать форму «Консультация», при клике по которой будет выходить соответствующее всплывающее окно с формой. Для этого у нас есть установленный плагин MaxButton. И вот она вкладка MaxButton. Заходим. У нас не создана ни одна кнопка, поэтому кликаем «Add New». Назовем кнопку «Консультация». Вот это название нигде не отображается. Вам нужно лишь для того, чтобы отличать одну кнопку от другой. Значит, вот здесь ничего не вводим, потому что если вы что-то ведете, то при наведении на кнопку будет выходить подсказка. Это не очень красиво. А вот в это поле вводим название, которое будет отображаться на кнопке «Консультация». Так как у нас будет выходить всплывающее окно, то в ссылке, вот это окно, поле нужно для указания ссылки, то есть адреса, куда будет передрессовываться клиент после того, как он кликнет по кнопке. Но мы будем вызывать всплывающее окно, которое ведем в отдельное поле. Поэтому это поле мы не заполняем. Ну, также здесь можно отображать в новом окне, отображать переадресацию в новом окне, но опять же, это все нам не надо. Теперь мы должны настроить внешний вид кнопки. Давайте сначала настроим цвет цвета. Значит, текст кнопки. Значит, во-первых, текст названия кнопки мы поставим вот этот оранжевый, которую маркировку я выбрал. И это будет маркировка всех выделений на кнопке. Далее, справа отображается текст кнопки, на кнопке, которая будет иметь цвет при наведении на эту кнопку курсора мыши. Я выберу точно такой же цвет, потому что у меня будет одинаково, в любом состоянии будет одинаковый дизайн у кнопки. Кстати, справа в превью окне отображается внешний вид, текущий внешний вид кнопки. Далее, по цветам, дальше потом вернемся к этому, еще сейчас цвета все настроим. Рамка у нас будет также такого же оранжевого цвета. Здесь то же самое, при наведении такой же цвет. Теперь фон. Фон мы сделаем черный везде. Здесь черный, да, и здесь черный. Но мы хотим, мы добавим небольшой такой эффект градиента. Сейчас я покажу, что это такое. Вот здесь активируем вот этот свитч, то есть маркер, и добавляем сюда наш оранжевый цвет. Видите, как бы подливка такая получилась, подзаливка, да. Так более красиво выглядит. Так, так, так. Ну и тень еще черную поставим. Теперь, значит, по дизайну еще кнопки. Мы здесь, в этом поле, можно настроить закругленность каждого угла кнопки. Если я поставлю сейчас везде 10, то, видите, везде будет одинаковое закругление, потому что установлен замок. Для того, чтобы отвязать замок, нужно кликнуть вот сюда, и тогда пусть здесь будет 10, здесь пусть, не знаю, будет 5, здесь пусть будет 5, и там пусть 10. Видите, как и такая форма получилась. Все верно. Теперь давайте вниз спускаемся, сохраняем изменения. Возвращаемся во вкладку PopUpMaker, где мы создавали всплывающие окна. Находим наше окно консультация, и нам нужно скопировать вот этот верхний класс, PopMake81. Короткий класс, не длинный, а короткий, тот можно тоже скопировать, но лучше вот этот. Возвращаемся во вкладку, где создали кнопку. Видите, у нас кнопка уже создана, и у нее есть такая мини-панель, как при клике по копе можно скопировать кнопку и создать вторую кнопку. Можно кликнуть по мофту Trash и удалить кнопку, и можно ее подредактировать. Кликаем по Edit для редактирования кнопки. Здесь спускаемся в самый низ, и вот в Extra Class вставляем класс скопированного всплывающего окна. И здесь можем даже шрифт жирненький добавить, не, жирный, плохой шрифт. Все, спускаемся снова вниз и сохраняем изменения. На этом настройка кнопки завершена. Завершена.